Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и мы с вами продолжаем играть в кукинг-симулятор с пиццей. Итак, что нам нужно сделать в первую очередь? А хрен его знает, что нам нужно сделать в первую очередь. У меня почему-то на телефоне 10 часов, а здесь 12. Это вот у кого часы неправильные? Это у меня на телефоне? Или же всё-таки часы, висящие на стене, ошибаются? Как здесь быть вообще? Как месить тесто? Я не помню, как делать вообще всё здесь. Я не знаю, как тут работать. Я просто, считай, получается, всё заново делаю. А активные заказы, это мне не нужно. Мне нужно сделать два вида теста. И, наверное, всё на этом. Закончу это всё дело. И пойдём. Чё мне нужно сделать? Мне нужно универсальной муки взять. Универсальная мука лежит где? Универсальная мука, наверное, вот здесь лежит. Почему это здесь мука 0,0? Не ясно. Купить. Сколько в этом мешке? Ты знаешь, нет? 3,5 литра. Вообще 3,5 килограмма? Ну ладно. Эта ерундистика пустая. А как в первый раз, смотри. Это что такое? Выкол. Ой, ёжики зелёные. Ничего себе. Насыпаем тесто муки. Потом выкидываем упаковку в мусорку. Наливаю водой 2,3 литра. Так, это газовый баллон. Это явно не то, что нужно. Мне нужна вода. В чём проблема поставить воду в раковину? Ну, что такое? Ты серьёзно сейчас или что? Или издеваешься? Блин, он... Я не понимаю, как работает этот кран. Точнее, как это работает эта канитель всё. 2,3 это... Это нужно налить ещё 2. Музыка играет такая хорошая. Такая добрая, такая хорошая музыка. Так, назад. Иду я к бетонной мешалке. Наливаю туда муки, блядь. Воды наливаю, говорю же ведь. Чё так мало налил-то? Это что такое? Это как называется? Давай вот так вот сделаем. Всё? 2,3. Отлично. Ну, конечно, конечно. Так оно и должно работать. Назад. Не, ну это не серьёзно. Я хочу взять и поставить это на место. Хорошо. Соль, 75 грамм. 75 грамм соли это... Это много. Это нужно нажать на какую-то там кнопочку и насыпать по 10 грамм. Так, дырки большие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Десять дрожжей. Дрожжей. А где они у меня лежат? А, не знаешь, где у меня лежат дрожжи? Здесь вот лежат дрожжи. И сколько в одной штуке грамм, я не помню. Десять? Десять, отлично. Десять это хорошо. Положи. Оливкового масла 90 миллилитров и сахара 75 грамм. Где сахар? У меня же был сахар наверняка. Ты хочешь сказать, что у меня его нет? Как тяжело здесь ориентироваться. Сахара, кстати, здесь... Есть. Но будет ещё, короче. 75 грамм сахара. Дырки большие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять. Пойдём. Поставлю вот сюда вот сахарок. И теперь перейду к оливковому маслу. Ведь больше ничего сюда не нужно, нет? Нет. 90 миллилитров оливкового масла. Ага. Поднял. Пошёл. Налил. 90. Чё ты мне галочку раньше времени не ставишь, ну? Хочет обманывать меня, ну? Это вообще не серьёзно. Как закрыть эту... Ага. То есть эта сетка реально защищает что-то или чё? Или чтобы я руки туда не сунул в случае? Не знаю, не знаю. Так, теперь чё я делаю? Обычное тесто у меня вроде как пока что есть. Неаполитанское большое, неаполитанское среднее и неаполитанское большое. То есть мне пока хватит. Теперь я иду вот сюда. Открываю вот эту вот ерунди... А, не, пока я... Ёптвое налево, на пол упало всё. Ну и ладно. Упало и упало. Возьму корзинку и отнесу это всё вот так вот. Вот в таком вот виде. А чё... Что такое-то? Почему нельзя... Корзинка, конечно, здесь чудит. Я хочу... Взять. Может, большую тарелку взять. Ну, значит, денег должна стоить, но, видимо, нет. Почему нельзя взять и положить на тарелку или куда-либо ещё тесто? Чё, я руками должен его носить или чё? Или чё? Или чё? Или кто думает, что я буду его, не знаю, оттуда носить? Наверное, нужно было вот этот тазик подставить, но я чё-то как-то забыл. Теперь. Беру телефон. Выхожу отсюда. Нью-Йоркский у меня стиль есть. Соусы есть. Вроде как Альфредо разве что можно сделать. Масло 150 нужно. А соусы где надо делать? А как его делать-то? Соусы, говорит, делай. Сейчас сделаем. Чё делать-то? Соусы готовницы есть здесь, нет? Кухонный комбайн. Автоматический резчик и электрическая тёрка. Это, конечно, здорово всё. Но мне бы по-хорошему сделать соус. Я же ведь как-то его делал. Как-то я его делал. Наверное, нужно всё переложить вот в комбайн. Будем считать, что да. Гастроёмкость. Беру гастроёмкость, покупаю. Кладу её вот в эту вот штуку. А куда мне соль надо насыпать? Соль тоже сюда надо насыпать, да? Ну-ка, всё. Всё как в первый раз. Я говорю, я играл в последний раз хрен знает когда. Отвык от этой игрушки, чтобы прям капец. Червонечек нужно насыпать. Раз. Угу. Десять. Готово. Чёрного перца надо ещё. Ёшкин кот. Чёрный перец. Покупаю. Чёрный перец. Червончик. Эть. Готово. Пармезана надо. А пармезан 500 грамм. 500 грамм пармезана. Это внизу. Пойдём лучше вместе с корзинкой, потому что там наверняка надо что-то ещё взять. Да? Мука универсальная, молоко литр. Чеснок 50 грамм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мне сказали, что нужно типа покупать пачками. А как его пачками-то покупать? Если бы я знал, я бы, может, и покупал бы. Купить продукт, детальное управление и всё, больше ничего нет. Здесь белый лук. А, 500 грамм чеснока. Но мне столько не надо, поэтому ничего страшного. Так, чеснока 50 грамм насыпал. Масло нужно. Масло и пармезана. Масло и пармезан 500. 500 пармезана. 500 пармезана есть. Муки сейчас наберу. Молока. Литр молока, шалеть. Литр молока взял, чеснока взял, масло. Масло бы где мне набрать? Масло где? Масло. Масло. А может быть он тут? Подожди, вот сюда надо поставить. Чё это такое? Ничего. Кукуруза, маслины. Ерунда какая-то. Овощи, фрукты. Это всё тоже ерунда. Это типа мука. Опачки. Дрожжи. Масло. Масло нашёл. Смотри-ка. И куриная грудка. Ну и ладно. Зато все продукты я свои нашёл, которые у меня могут быть, которые у меня будут. И если бы не дурила корзина, было бы вообще круто. Но. Чём быть, того не миновать, как говорится. Поэтому. Поэтому. Туда весь литр надо наливать. Чё-то как-то из этого горла огромного вытекает как-то очень слабенько. А, тару я оставлю, но потом уж пригодится. Пармезан. Пармезан засунул. Самое главное, туда так хорошо вошёл. Мука. Чеснок. И масло. А, ну в принципе можно всё это вот так вот сделать. Ага. Готово дело. И остался... Чё? Мука. Мука мне нужна. Мука. Мука. Она лежит где? Вот здесь. Универсальная. Купить. И насыпать. Сколько там надо-то? 150. Хорошо. В идеальных всё пропорциях помешалось. Теперь нажимаю на зелёную кнопку. Три секунды жду. И вперёд. Соус Альфредо. Слушай, готовится он, конечно, долго, но зато какой. Зато какой соус хороший. Нет. Нет. Его... Взять. И положить вон туда. Будто у меня соус маринара и гастроёмкость с Альфредо. Так. Теперь можно пойти и брать первый заказ. А-а-а! Я аж приготовил. Значит, мне нужно нажать просто на часы. Да, хочу закончить день. Я же просто не помню, на каком моменте я закончил. И поэтому так получилось. Заработано. Салями. Счёт. Тры-пыры. Восемь-дырь. Почему-то четвёртой звезды именно нет. Вот тут вот. В пугли... В пуглиезе. Вот в этой. Пятой есть. Подтвердить. Ладненько. Ничего страшного. Так. Мы с тобой убираем рецепт. Берём заказ. Салями. Салями, салями. А как салями готовится? Ну-ка, надо... Да нет. Вот так надо нажать. Назад. Сал... Нет. Вот сюда. Нажать вот сюда. Нажать вот сюда. И нажать вот сюда. Закрепить. Теперь. Неаполитанский стиль теста. Разделить. Это маленькая получается или средняя? Маленькая, да. Раскатать. Слушай, сейчас попрёт дело вообще в гору просто. Маленькая пицца. Готово дело. Так, теперь мне нужно соус маринару взять. Маринара. Намазал вареньем и удивляется, говорит. Вот. Красота. Красота. Вкусняшка. Теперь. Чё мне там нужно? 64 грамма тёртой моцареллы. 64 грамма. Так, поменьше, пожалуйста. Вот так, наверное, как-то. Раз. И... Два. 62 получилось, но, в принципе, это тоже приемлемый результат. Чё-то как-то, правда, мало это вообще выглядит. Как-то прям скучновато. 32 салями и 12 базилика. Пойдём... Нет, салями нужно. Сначала салями. Прошута, парашюты. Нет, мне нужны салями. 32 грамма. В одной 8, иначе нужно 4. Раз. Два. Три. Четыре. И сал... Базилик. 12 грамм. Так. Тоже 4. Погоди, как... Ага, вот так. Вот сюда. Вот сюда. Вот так. И вот сюда. Ну, в целом, чё бы нет. Красиво ж выглядит. Красиво. Ну, как? Так, средненько, конечно. Но, блин, съедят. Вкусно. Печка почему-то горит, но очень... Очень тускло, очень тихо, очень... Слабо. Её нужно разжечь, чтобы пицца наша получилась... Самой-самой-самой вкусной. Чтобы к нам приходили только так. Во, отлично. Так, лопату. Лопату, лопату, лопату нужно взять. Взять. Пиццу. И пойти положить её... Ммм... Угу. На место для жарки. Потом. Выйти. Положить вот эту вот шлёпалку куда-нибудь подальше. Взять маленькую тарелочку. Маленькую тарелочку такую. Положить эту тарелочку вот на пол. Взять муха... Да что такое? Чё проседает-то всё? Я когда приседаю, у меня проседает. Я не знаю, что происходит, и... Меня это безумно как-то подраздраж... Подраздражёвывает. Хе-хе. Так. Основа для пиццы в неаполитанском стиле готовится. И очень, кстати, стремительно. Если ты не заметил ещё. Ну-ка. Блин, уходит как быстро жар из печки. Это прям нехорошо. Ну-ка. Почти не подгорело. Беру. Выхожу. Скол... Ну и ладно. С кем не бывает, верно? Хе-хе. А чё так не работает, да? Почему я не могу взять её? Ну, ты что? Опа. Ага. Молодец. Молодец. Беру. Несу. Отдаю. Да. Сколько мне там? 10 звёзд дадут. Или 20. Всё отлично. 5 звёзд. 70 центов плюс 50 хпшек. Отлично. Беру следующий заказ. Базовая. Чё за базовая? Просто тесто? Хе-хе. Что такое базовая пицца? Выражайтесь яснее, пожалуйста. В неаполитанском стиле. Суп Альфредо. Этот соус Альфредо. Горганзола нарезан. Это что за зверь такой? Это типа оленя какого-то? Или что? Горганзола. Это сыр такой, наверное. Горганзола. Жидкость, утварь, продукты. Бляха-муха. Горганзола. Назвали же. Вот он. Нет. Моцарелла. Точнее, Горганзола. Горганзола. Блядь. Фу-фу. Прям аж есть не хочется. Где Горганзола-то? Ой-то вот она. 60 грамм Горганзола нарезанный. Пойдем, положим ее в эту. В резчик. Вот сюда положу. Возьму в утваре. Куплю себе корзину. Прям сразу целиком. Правильно, конечно. Еще бы что купить. Гастарьемкость. Нажимай на резчик. И в целом-то уже почти все готово. Мне нужно-то всего ничего. У меня не было ее случаем. Не, не было. Не было. У меня тут есть пармезан, есть тертый. Есть пармезан... А, моцарелла тертая. И Горганзола нарезанная теперь. Ой, а у меня тут три гастарьемкости. Зачем я их... Зачем я ее покупал? Не знаешь? Это что такое? Это не помидоры. Это... А, это таймер. Ля. Как хорошо-то. Зачем он мне нужен, если здесь все и так показывается? Тесто в неоплитанском стиле маленькое. Беру. Кладу. Размазываю. По столу. Как только это возможно. Теперь соус Альфредо. Альфредо соус вот он. Намазываю. Фу, как он выглядит странно. Как сметана. Неаппетитно. Горганзол нарезанный сверх 60. Громулик нарезанный. В смысле? Три штуки горганзолы получается. Ну, давай вот так вот. Как-то вот так вот, скорее всего, правильнее будет. И вот так вот. Хотя вот здесь вот получается такой огромный... Хотя нет, одинаковый треугольник. Ладно. Зачем ты вышел-то? Турилка-то, ну зачем? Уйди отсюда. Потом. А, лис базилика. Все? Делов-то? А сколько надо? Тоже, тоже, тоже 4 штучки. А мне некуда 4 положить. Блин. Расстройство. Досада. Ну а что? Вот сюда положил. А можно переместить, пожалуйста, этот вот лист базилика? Эм... Блин, нельзя. То есть я положил и все, что ли? С концами? Больше никто не может изменить расположение продуктов на этой пицце? Это не серьезно, я считаю. Я считаю, что нужно давать возможность подвинуть куда-нибудь там или что-то сделать с ней. Да, все в зеленой зоне, отлично. Я думаю, что если я в красный начну готовить, то мне игра скажет «ты дурак», «ты дурак» и сожжет пиццу. И ничего из этого хорошего не выйдет, поэтому я придерживаюсь строгих рамок зеленой отметки. Основа для пиццы почти готова. Какие песни, блин, слушай, какая классная музыка. Сжечь можно? В дожди, на ку можно нажать и сжечь лопату? Круто, круто, круто. Просто даже иначе не скажешь «круто». Так, начинаем забирать «тык», забираю. Тарелки, кстати, не приготовил, представляешь? Ну, дурак, нет. Грагонзола, кстати, можно даже сказать ровно разместилась. Опа! Расплавилась почти что ровно. Почти так, как я и предполагал, что она расплавится. Мне кажется, просто она должна была порезаться немножечко иначе. Как-то уж она больно грубо разрезалась. Но, дело не наше, нам, как сказали, мы так и сделали, а там уж пусть как хотят, так и едят. Следующий заказ. Сыр. Воспределен неравномерно. Как я эти три куска распределю на пиццы, расскажи мне? Три куска равномерно. Хотя, ааа, надо, наверное, было вдоль класть, по кругу, не к центру, а по кругу. Ладно, учту. Все хорошо, кроме вот сыра. Так, теперь, теперь что мы с тобой будем? Фунги. Фунги. Это тоже из неаполитанского. Да, неаполитанский этот. Какого? Маленькое. Слушай, какое везение. Сегодня все из маленьких кусочков теста делается. Это прям небывалое везение. Так, тесто в неаполитанском стиле, соус маринара. Вкуснятина. Блин, не знаю, мне прям так нравится, так аппетитно выглядит. Моцарелла нарезанная. Моцарелла нарезанная вот здесь вот. Где-то с этой стороны. Да, вот она. Похоже на чайный гриб. Моцарелла эта нарезанная. 60 грамм. Граммулик. 60 граммулик нужно положить. Как-то вот так. Вот здесь вот так положить, здесь вот так положить. Вот, в принципе, как и с горгонзолой надо было поступить. И вот здесь. То есть она же ведь во все стороны потечет, эта моцарелла. Поэтому бояться-то нечего. Шампиньонов 30 грамм. Это обычные, что ли, шампиньоны? Или какие? Нарезанные. А у меня никаких нет, да? Погоди, должны же быть шампиньоны. Чеснок, парашюты, маслины, белые. Так, понятно, нет шампиньонов. А может они наверху растут у меня здесь? Где в горшке? Нет, слушай, нету. И как быть? Шампиньон. Слушай, я их где-то видел. А где я их мог видеть? В магазине, может быть? В продуктах? Нет, не в продуктах. А, внизу. Пойдем вниз. А, с корзинкой, говорю. Пойдем вниз. За шампиньонами. Они почему-то, блин, даже не резанные. Это как-то неправильно. Я, короче, наберу. Вот так вот, шампиньонов. И что с ними делать, я хрен его знаю. Шампиньоны, 30 грамм. А как... Погоди, а как я 30 грамм шампиньонов могу нарезать, если в нем в одном 40? А? Подожди. Шампиньоны в каком виде должны быть? Я что-то, может, не понимаю. Может быть, они у меня есть где-то? Белый лук. Может, нарезать? Что с ним можно сделать? Их можно порезать, можно их перекрутить где-то, а можно их поместить в гастр... Ой, в эту... В комбайн. Резчик и терка. Ну, скорее всего, в резчик. Потому что иначе-то как? Давай за... Давай засуну их сюда. Правда, у меня не резаных просят. А как я его один-то распределю там по этой... По плоскости пиццы. Не знаю, короче. Если что-то не понравится, мы будем учитывать уже после отрицательных отзывов. Пока еще даже не вижу на... Не вижу ничего страшного в том, что я сейчас порезал шампиньонов. Поставлю сюда. И пойду туда. 30 грамм шампиньончиков. Тут не написано даже резаные, а не не резанные. 5 граммулик. А мне нужно 6 штук их положить. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. А мне нужно 6, да, их положить? Да, 6 штук. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Получилась такая своеобразная ромашка, цветочек. А, еще и базилика надо положить. 12 грамм. Ну, это, собственно говоря, по 3 грамма целых 4 штуки. Положу их вот каким-нибудь таким вот, знаешь, образом наверх. Понятно. Внутрь будут смотреть, значит. Ну, пускай как-то так. Ну, типа, выглядит достаточно симпатично, не учитывая ровность, не учитывая симметрию, симметричность, как правильно говорится, и все остальное. А так, в принципе, красиво. Так, не дерись лопатой. Лопатой драться чреват последствиями, вообще-то. Не нужно таким делами заниматься. Да ставь уже, ну. 4.20 время уже. 4.21 Время летит просто только так. Мне кажется, с каждым разом пицца готовится все быстрее и быстрее. Неужели пицца запекается на самом деле так быстро? Я просто как-то никогда не заморачивался, сколько она готовится и сколько она печется. Я просто знаю, что ее достаточно быстро можно приготовить, но прям, чтобы настолько быстро. Хотя, скорее всего, здесь от реалистичности очень... От реальности, точнее, очень далеко, но напиши в комментариях, реально столько она готовится или же это все в раке? Сколько времени пицца вообще готовится? В минутах хотя бы? Сколько ее запекать надо в этой духовке, на печке или где-то там, где-то там в других местах предназначенных для приготовления пиццы? Опять я забыл тарелку взять. Ну что же это за человек такой? Брось. Возьми. Положи. Возьми. Положи. Хорошо. Брось. Возьми. Отдай. Ага. Возьми. Новый рецепт. Песто. Классно. Здорово. Так, что я хочу еще? Артишоки. Давай артишоки возьмем. Черепомидорки и парчету. Проволоны, проволоны. Мать его, за ногу. Получите что-то там. Ясненько. Пять звезд. Пять звезд. Кто бы сомневался. Я продолжаю показывать мастерство готовки, но уже с пиццей. Ты понимаешь? Навыки. Навыки готовки, они вообще не пропиваются. Они типа остаются при тебе до конца твоей жизни. Какой там? Маленькую пиццу, да? Маленькую пиццу. Раскатываем. Раскатываем, раскатываем. Давай. Нет, а не медлим. Нужно быстро все это сделать. Соус маринара. Соус маринара. Угу. Туту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. 64 моцарелла нарезан. А, тертые моцареллы. Тертые моцареллы. 64 грамма. Раз, два. Теперь салями нарезанные. Вон она, она там. Ага. 32 граммульки. Это 4 штучки. Раз. Два Три Четыре Теперь лист базилика А, ну и все Лист базилика там 12 грамм, да? 12 грамм Это уже в противоположной этой В противофазе, так сказать Раз Два Три И четыре Ну какая пицца вообще без большого количества сыра? Мне кажется, что это какая-то неправильная пицца Она не особо вкусная, но ее заказывают, потому что она просто дешевая Ну типа, блин, я не знаю На ней даже сыра почти нет А там он должен быть в больших количествах Чтобы там плавилось, утянулось, все красиво, все вкусно было Ароматно Ммм Пицца захотелось теперь Что делать, что делать И да, напоминаю Если ты не подписался на канал, обязательно подпишись Поставь прямо сейчас лайк И напиши комментарий какой-нибудь, хотя бы я не знаю Типа Как дела у тебя, какая погода в городе была сегодня И Че такое? Да кота здесь нет давным-давно Какого хрена? Ладно Какого хрена? Вот И подписывайся обязательно на группу ВКонтакте Которая Есть ВКонтакте И это ссылка на эту группу ВКонтакте Есть в описании к этому видео Должно быть там Поэтому давай обязательно заходи Пиши там что-нибудь интересное Ставь лайк на посты Предлагай новости какие-нибудь интересные Может быть что-то есть у тебя там Долго ждешь, а это именно твой день Сегодня ты подпишешься на паблик И предложишь какую-то очень интересную новость Которую оценят по достоинству все В том числе и я Так, это положи Это возьми И давай зими ты тарелку Тут в конце концов-то Блин Сырок не очень ровно расположился Пять звезд все равно Ну кто бы сомневался Кто бы сомневался Так, Маргарита 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 Так, пойдем вот сюда Посмотрим, что тут А Разбить не более пяти тарелок Ноль А, это дневные задания, да? Да, наверное, да Теперь Идем Средний размер Вот, мать его, за ногу Так, средняя пицца Самое главное здесь Это, короче, заготовить соусы И заготовить тесто Самое сложное И самое, как бы Трудозатратное В этой игре Это сделать тесто Соус маринара Сыро Моцарело Моцарело Нарезное Где она у меня тут Вот тут где-то, да? Да, на чайный гриб Который похож Сто грамм улик Сто грамм улик Это у нас что? Правильно Это у нас пять штук Как бы их так расположить Эти пять штук Вот где-то вот здесь 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 вот тут его ну и вот здесь его теперь да зачем ты вышел совсем-то лизбезе хочу все что ли да лист базилика 24 грамм этаж целых восемь штук однако я ничего траву есть собрались или чё заняться что ли больше нечему восемь штук 1 2 3 4 5 6 7 8 а края голый ну молодец но дима ну молодец ну вот это здорово приготовление цену ой что за человек такой засуни уже так хорошо беру лопату перу пиццу не стесняюсь давай 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 быстрее там человек ждет сидит нельзя человека без пиццы оставлять на такое долгое время бросай лопату пойду с большой тарелкой сразу поставлю вот тут нет сюда нельзя поставить поэтому поставлю кей вот сюда самая сам огромное самое безопасно безопасное место и уже половина пиццы готовы пока мы с тобой тут разговаривали думали пицца уже почти приготовилась так что вообще все отлично отлично все просто отлично просто очень красота зачем ты решил кинуть не знаю но просто в голову стукнуло и решил кинуть потому что могу так вы выйди выйди но вроде как ровненько вроде ровно сыр расплавился а вот насчет травы вот это я не знаю трава конечно не особо прям красиво легла на что ж поделаешь хотя в принципе то есть не смотреть то красиво следующий 5 звезд ну ладно 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 опять маргарита ладненько давай маргариту опять будем делать маленькую маргариту нужно сделать вот если еще две маленькие попросит вообще будет отлично так что у меня как раз таки есть целый целый кусок маленького теста так мне нужен чеснок нарезанный и маринара 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 вот она тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-т с чесноком вообще ну нет ну вообще просто из чеснока и соуса чеснок и соус какая какая радость от этой пиццы вообще я говорю с и пицца без сыра на не пиццы и пиццы ты считать нельзя вообще беру лопату иду подбирать пиццу я все подпаду все же положил то да вроде все внимательность мое второе имя потому что я делаю все как надо делать все как надо и все практически сразу беру тарелку кладу в укромное местечко и стою караулю пиццу а можно же ведь еще одну делать но они достаточно быстро готовятся поэтому я как-то даже не знаю просто базовая средняя мать его за средняя пицца а мне для средней пиццы нет ни черта и чем не делать и как как быть но под упал и и ладно сейчас теперь ланник сейчас я откину вот эту одну пиццу сдам ее и пойду готовить тесто ну представляешь нету теста у меня я не догадался сделать еще еще целую партию теста и получается что у меня сейчас ничего не получится ничего не получится просто сейчас пойду готовить тесто и все сдавай бляха муха это как так называется ну а давай это была маринара положение относительно тарелки не будет нет ну как легли я уж что могу поделать теперь идем делать тесто тесто мне нужно тесто мне нужно зайти вот вот сюда и закрепить этот рецепт муки нужно аж целых три с половиной килограмма килограмм и тут 34 я куплю еще а тут мука ноль-ноль нужно купить тату 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 воды 2 и 4 сейчас все сделаю сейчас все будет сейчас все будет так как положено беру бут бутылку 2 и 4 наливают вот такие мы большие молодцы с тобой подожди а почему меня 22 и 3 в бутылке только поместилось не понял что-то я может быть не все правильно интерпретирую как тут написано но мне кажется что что-то неправильно 2 и 3 слушайте нет правда в бутылку что 2 литра заходит только и все ладно пойдем нальем еще все готов дело теперь соли 125 и 10 дрожжей дрожжи дрожжи это быстро это просто это почти бесплатно и соли соли нужно 125 этаж много-то как слушай много-то как раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять-раз-два-раз-два-три-четыре-пять и все это теперь перемешать все это ага перемешать а мне нужно это самое как ее вот это ерундовина которая для того чтобы туда клал 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 клалось все тесто так 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 а вот так и теперь нажать на опа нет подожди нужно рычажок нажать а потом уже нажимать на зелененькую так чё мне там не хватает еще то для того чтобы сделать пиццу а чё не хватает-то аку его знает кто-то хочет что ли прям рядом со мной ход про а это пицца приготовление пицца тесто выпало выпало из тестомешалки по чуду такое он тут шкафчики для утварей всякой круто неоплитанская большая это средняя так средняя мне нужна средняя беру среднюю расталкиваю раз размазываю по столу маринару пожалуйста пожалуйста мне маринару трик равномернее не придумаешь теперь сыр моцарелла тертая моцарелла тертая аж цел девяносто шесть грамм раз два и три ну конечно прям я бы не сказал что все равномерно но ой а чё ж поделаешь выглядит конечно все ущербно но чё ж опять скажу поделаешь люди хотят такую есть пусть едят так наверное вот так 3 грамма нужно 8 штук 2 3 4 5 6 7 8 какое-то убожество на самом деле какое-то убожество получилось но кто ж их тоже может что поделать просят среднюю пиццу не кладут туда больше ничего кроме сыра и и листочков базилика это не серьезно я считаю по моему самый дешевый набор который который только может присутствовать в пицце ну что ж поделать ну ладно хоть и так человек давай сделаем еще одну пиццу назад пугли ези закрепить маленькую пиццу нужно маленькую неаполитанскую растолочь а теперь выйти выйти из вот этой вот мешалкой блин ну тут достаточно много времени если я знал сколько она готовится надо засекать наверно таймере был бы секундомер был гораздо проще где-то наверно около минуты все это делается и потом то есть минута у меня есть для того чтобы приготовить другую пиццу и получится у нас с тобой брать гораздо больше заказов точнее выполнять больше заказов брать то больше не получится так это была средняя пицца кладу 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 и кладу кладу говорю табуретку снес на правильно зачем она мне здесь нужно мешает столько давно уже просил убрать эту табуретку с места нет так это была базовая или чё подожди это было чё я сейчас пугли ези готовлю ну-ка ну-ка но это ж не я ее разбил она сама разбилась блин я же не пытался ее разбивать она сама упала а не то что сама упала на сама блять просто вот закрутилась вы и вылетела чё было то хоть я сейчас пугли ези готовлю значит была базовая че тупишь то базовая отдать скормить так теперь новый уровень нужно выбрать три аж целых еще продукта да прошу то пепперони и красный перец пятизвездочные все равно получилось но обидно что я разбил бутылку разбил был разбил тарелку соус маринара просто ни за что ни про что разбил тарелку и все а у меня там задание не разбейте больше пяти тарелок по моему 60 грамм нарезанные моцареллы это аж целых три штуки вот сюда вот положу вот сюда и вот сюда шиньки теперь белый лук нарезанные маслины блин ну зачем выходишь то белый лук нарезанные маслины 16 грамм пора закрываться на сегодня отстань у меня маслин еще не не отданы тоже нарезанные 32 грамма уберись уди оттуда я не вижу сколько у меня в порции уберись не ну дед ты чё совсем шель дурак или чё ну хватит 32 грамм это один раз посыпать а я в два раза сейчас и панул и все бы короче количество больше берется что-то как-то не особо правильно это берется с меня маслины все в одну кучу просто слетелись и получится сейчас мне одну звезду за это снимут быть досадно обидно но что поделаешь это была маленькая пицца поэтому вот сюда вот кладу беру лопату беру пиццу и иду спокойно в печку сую все дело и жду просто жду вот типа о чем еще делать чем еще делать кроме как ждать ничего правильно правильно ту 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 быстро вначале в самом казалось, а сейчас что-то так прям долго, потому что я жду, когда она уже приготовится. О, музычка заиграла. Чтоб нам весело было с тобой. Чтоб нам с тобой было весело и не было скучно, чтобы мы не скучали пока готовится пицца. Досадно, что оливки эти все, мы ослиные, съехались в одну кучу. И сейчас нам за это получится сейчас мы и за это получим пиздюлей. Ну, потому что одну звезду нам точно не додадут. Маслины нарезаны и распределены неравномерно. Это был последний заказ приготовить ингредиенты на завтра. Я думаю, что на завтра ингредиентов готовить не нужно, потому что тесто есть, соусы вроде как тоже в достаточном количестве, кроме... да вообще все эти соусы готовы. Завтра что нового получится, то мы и посмотрим. А на этом давай-ка мы с тобой... Сейчас я выйду, то есть вот сюда вот. Да, хочу закончить день. И пройдет загрузочка, мы с тобой попрощаемся. Получается у нас что, тут продано пицца 8? 8 пицц. То есть пока что это, наверное, рекорд. Кошелек 1753, потрачен доход 551. 500 опыта и задания одно я выполнил. Молодец. Давай на этом прощаться. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующем видео, в следующих сериях этой игры. И всем пока.